АПЛОДИСМЕНТЫ Гибель Курска 2001-й, ну и так далее, и так далее. Но тем не менее, месяц август отмечается как авиационный месяц, потому что 12-го числа это день военно-воздушных сил исполненных, 101 год. Вчера был день 90 лет авиации ФСБ, 18-го числа будет день воздушного флота. Ну поэтому мы решили, три авиатора, Валерий Михалюков, Николай Ивнисимов и я, Владимир Городейский, решили посередине недели провести концерт, посвященный военно-воздушным силам. Спасибо. Ну на самом деле, я думаю, что военно-воздушным силам не 101 год, а гораздо больше. Вспомните, Змей Горыныч летал еще раз, знает когда, да? А первой летчицей была Баба Яга. Кстати, есть аэродром Дракена, это под Москвой, в Калужской области, там даже есть памятник Бабе Яге, и на ступе у нее реактивный ускоритель, то есть классный. Вот, поэтому такой стишок, посвященный первой летчице. Баба Яга, без комплексов тоже. Летчица первая, хоть не святая, Что же из того, что не вышло ты рожей, Полный стакан за тебя поднимает? Или такой, летят навстречу облака, Петля и Кобра Пугачева, Меня заметив, ты сурово покрутишь пальцем у виска, С досадой бочку крутанешь, Чего ж не имется идиотом, И молвив все, отбой полетом, Метлу в снижении развернешь. Я начну Сегодняшний концерт с песней, которая называется «Воспоминания об Анадыре». Она была написана давно уже, И так получилось, что где-то в конце июня Мы оказались на аэродроме угольной копии, Которая находится на другом берегу Анадырского залива, И разыгралась настоящая бурга, Ну где-то в 20-х числах июня, можете представить. Ну вот поэтому, благодаря этой песне, Благодаря этой погоде получилась песня. Благодаря этой песне, И так «Воспоминания об Анадыре» Вдоль по взлетной полосе Поземка стелется, Ветер рвет чехлы, Луна качается, Разгулялась белая метелица, И уже неделю не кончается, Мы в гостинице поем про куртки кожаные, Про любовь и про Серегу Санина. Впечатление, Что всеми брошенные Мы на севере, Как у мысов тканя, Не отправишь письма, Не дозвонишься, Полоса в снегу, Выше пояса, И несутся облака, Не угонишься, Прямо с севера, Прямо с полюса, Без надежды С водки ждешь, С метела, На синоптиках, Чуть не молишься, Не дождешься, Не дождешься, Попутного ветра, Небо чистого, Не допросишься, А метелица, Блудница, Заметает нас, Разгулялась она все Четыре стороны, И в печи уже давно Огонек богатся, Свечи теплятся, Пока карты розданы, А на мизере Снова туз в прикупе, Даже здесь отказало Везение, Ты у севера Меня выкупи, Хоть на месяц, На день, На мгновенье, Ты у севера Меня выкупи, Хоть на месяц, На день, На мгновенье, Я не могу. Ну, от пурги перейдем в туману, Это второй главный брак Авиации. Хотя песня, Собственно говоря, Не столько о тумане, Там еще будут упоминаться Шахматы. Почему? Потому что У нас вот, Кроме того, Что мы в карты играли, Мы еще играли в шахматы. И когда вот экипажи подъезжают Для того, Что перед полетами Ну, еще нет ракеты, Делать нечего. И здесь же Разворачивается Буквально Куликовская шахматная битва. При этом Принцип был такой, Шахматы после первого хода Игра коллективная. Поэтому все На два лагеря Разбиваются экипажи. И, значит, Пока Е2, Е4 не сделан ход, Значит, все молчат. А потом уже Эти только горе Переставляют фигурам. Ну, Баталии были такие, Тут поневоле закуришь. Вот об этом и песня. Городром накрыла Пелена тумана. Это было утро, Это было рано. Кто-то спрятал солнце, Схранил куда-то. Исчезли тени От машин крылатых. Быть, не быть, полетом Метео не знает. Курят экипажи В шахматы играют А слоны и пешки Фланги огибают. И короли с усмешкой Битвой управляют. Не курил тогда я Не было привычки, Но всегда водились В ледкой куртке спички. Раз, уговорили, Дали сигарету. До сих пор с привычкой Не расстанусь при этой. А Минздрав не зря нас Всех предупреждает. Только силой воли Бросить не хватает. На самом деле, я уже бросил. Спасибо. Ну, когда я служил На аэродроме Сеща, Может кто знает, Такой аэродром это Между, по границе Брянской и Смоленской Властей. И вот у нас был Лейтенантский Вокальный инструктальный Ансамбль, который назывался Синева. Красиво. Правда? Хорошо, что не голубизна. Хотя об этом раньше не думали. И вот в репертуаре у нас была Песня, которую мы называли Кожаные куртки. Мы не знали, чья это песня. Это сейчас есть интернет, Можно забить Первые строчки любой песни И узнать, чья песня. Тогда не знали. Но, собственно говоря, И не сказали. Особенно Кожаные куртки. Это потом я узнал, Что автором этой песни Является одним из родоначальников Этого жанра авторской песни. Знаменитый Александр Городницкий. И песня, на самом деле, Называется Песня полярных летчиков. А мы с удовольствием Ее распевали на наших вечерах. Но, дело в том, что Городницкий, конечно, Мне был знаком заочно. И я еще в школьном хоре, Помню, мы пели. Помню, такая песня. Снег, снег, снег. Снег над палаткой кружится. Вот. Несколько лет назад Мне довелось познакомиться с мэтром В гнезде Глухаря. Но не здесь, еще на Никитской. И мы сидели за бардовским столом На одном из юбилеев. Ну, так, вдалеке друг от друга. В это время ведущий объявляет, Что на сцену должен выйти Владимир Городзейский. Мне показалось, что Городницкий Прямо подскочил с места. Стал верстить головой. Кто-то такой. Он схожий с фамилией. Видимо, заставил его слушать Внимательно. И он даже потом мне сказал Всякие приятные слова. Очень здорово. Ну, я в конец распоясался. Подарил ему свою книжку. Он заставил меня ее подписать. Тут я уже совсем обнагрел. И попросил прощения у него, Что на бардовских сайтах Я располагаюсь на одну строчку Выше, чем он. Ну, по алфавиту. Ну, мы это, в общем, оценим. Юмор этот. И еще одна встреча была заочная С Александром Городницким. Мне посчастливилось путешествовать По Новой Зеландии. Это на затылке земного шара. Представляете? И там мне ребята устроили концерт Перед эмигрантской нашей републикой. И каково мне было узнать, Что буквально крайним российским бардом, Который был до меня там, Был Александр Городницкий. Итак, песня «Полярных летчиков». Кожаные куртки, брошенные углы, Тряпкой завешено низкое окно. Бродятся ангары, Северные вьюги, В маленькой гостинице Грустно и тепло. Бродятся ангарами, Северные вьюги, В маленькой гостинице Грустно и тепло. Командир со штурманом Мотив припомнит старый, Голову рукою Подопрет второй пилот. Подтянувшие струны Старенькой гитары, Следом бортмеханики Тихо подпоем. Эту песню старую Позабыть пора. На глухомоторы И сердца зачехлены Снова веет с севера Снегом и туманом, Снова ночь неледная Даже для луны. Снова веет с севера Снегом и туманом, Снова ночь неледная Даже для луны. Лысые романтики, Воздушные бродяги, Ваша жизнь не встречна, Вечные годы. Вечные годы, Прочь нас, Угонительные, Выпитые фляги, Ты, метеослужба, Нам счастье нагадай. Прочь нас, Угонительные, Выпитые фляги, Ты, метеослужба, Нам счастье нагадай. Солнце вне закатное, Попутный ветер свеста, И штурал послушных, Топковавшихся руках. Ждите нас, невстреченные, Школьницы-невесты, В маленьких заснеженных Уральских городках. Ждите нас, невстреченные, Школьницы-невесты, В маленьких асфальтовых Южных городках. Про заснеженные городки Это твои женихи. Конечно, Про заснеженные девушки. Спасибо. Ну и Первую часть своего выступления Я хочу Закончить песней, Которая называется «Под крылом». Помню, такая была Песенка «Под крылом самолета» О чем там идет. И В Сандунах, Буквально напротив моей работы, Ее пели на съемках Белявский, Ширин, Вельков и Бурков. Шепотом в душе. Ну, Летчики ОКБ Сухого Помятуя, Что летают они Над тайгой Достаточно долго, Перегоны С Комсомольска На море, Они поют Всего лишь два слова. Летчик над тайгой, Летчик над тайгой, Летчик над тайгой, Летчик над тайгой, И так далее. Вот. Ну, Вот эта песенка, Собственно говоря, Об этом же, Под крылом. Под крылом метут снега, И невинно нифига, Под снегами спит устала Бесконечная тайга, Под крылом волна шумит, Этот океан не спит. Он под люкор, Как хозяин, На планике возрежет. Он то сделает прибой, Тот цунами бросит в бой, Как бандит с большой дороги, Бьет и топит всех волной, Под крылом лежит песок, Каравана вдалеку. Солнце белое в пустыне, Дело тонкое в восток, Погасались огоньки За излученной реки. Значит, скоро на посад Принимайте, мужики. Ну, и сейчас я хочу передать Слово своему другу. Я его представлю. Это в прошлом Летчик-истребитель дальнего перехвата Самолеты МиГ-31. Но когда-то У него даже есть песня, Помню, был где летчик, Покажи истребителем. Я говорю, слова неправильные, Надо петь, помню, был где летчик, Правда, истребителем. Вот мы так пикируемся, Ну, как я из дальней авиации. Стишок такой. Ему очень много дано, Он песнями сердце тревожит, Хотя не летает давно, Зато загудит, Но песен попеть еще может. Валерий Михлюков. Это есть такой старый анекдот. Приходит к доктору, Летчик. Тут его слова сматываются, Говорит, а почему у вас это, Извините, Задница синяя? А он говорит, А вы знаете, Я летчик, Поэтому в дальней авиации, Вот все время там сидим, Долго летим, Отсидели, Все занято. Вот. Она и синяя. Ну, понятно. Доходит второй летчик, То тоже синий, А вы говорите, Чего он? А я, говорит, Летчик стратегической авиации, Вот тоже долго летим, Тоже синий. Доходит третий, А у того грудь красная. Он говорит, Непонятно, У тебя синий занято, А у тебя грудь красная. А почему? Были два летчика, А вы кто? Это они-то летчики, Это я летчик, Вот он. Да. Так, у меня нет этой штуки. Понятно. А начну я, пожалуй, С воспоминаний. Был у нас военный городок. На каждом военном городке, Перед каждым военным городком, У танкистов танк стоит, У летчиков самолет летит, Там на стеле. У подводников подводка торчит. В общем, как положено, Каждый военный городок Имеет свою, Ну, Свой, как бы, Орден такой, Ну, не так говорить. Ну, у нас, естественно, У нас уже был старенький, Старенький самолет Мик-17. Вот. И образ такой военного городка, Он собранный, как бы, Из ноги, в которых я служил. Я был и на Сахарине, И Белоруссии, И в Смоленске, Вот. И в Прапненске. И поэтому, вот, общий полос Военного городка Хотел бы вам предложить. На стеле старый самолет, Остановившийся в движенье, И словно замерло мгновенье, Запечатлевшие полеты, С поблегшей краской на бортах, С одним загнутым элероном, Своим немысливым разгоном, Он снова там, он в небесах, Над нашим летным гарнизоном, Где лысин, дубиков, приток, Забытый Богом наш военный городок. Здесь каждый камешник знаком, От КПП, как от порога, Идет усталая дорога. На старый наш аэродром, Где я, нахранный лейтенант, Едва познавший вкус полета, Заплом вам старого пилота, Черчил свой первый вариант. Автограф тенью самолета, Беспечной юности своей, Гроза девчонок и наивный дуралей. А вот мой полетный панельный дом, Второй этаж, окошко с краю, И эту я тоже знаю, Там вечно слесарий с ведром, А рядом с царствием гаражей. Свои мужицкие законы, Их соблюдают даже жены, И зря не дергают мужей. А плот и гордость обороны Порой, как прежде, налевают. Но будьте здоровы, живи, Масандовский наш край. Сюда не ходят поезда, Здесь нет метро и нет трамвая, Зато друг друга каждый знает, И может выручить всегда. В краю болот, среди лесов Милый, не бродвей, Лишь одинокая аллея, По дыгам злющих комарой, По грянцам листьев ламинеет, Стандартных домиков резок, Забытый Богом наш военный городок. Ну, я немножко засолновался По этому слову, работаю. И все-таки, действительно, Годы лейтенантские самые, наверное, Напоминающиеся, самые лучшие, Как у любого человека, молодость. Синяя фуража, Голубой оголышек, Лейтенант молоденький, Словно поле оголышек, На лице растерянность, На лице сомнения, Это же надо влитнуть так, Чтоб сварбал в день рождения. Двадцать лет парнишечки, Кольца обручальные, А глаза смешливые, И чуть-чуть печальные, Солнце за околицей, Тихо к речке клонится, Эх, еще бы погулять, Да похороводиться. А время, время, времячка, Бежит, 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 Летят и кода, как семечки, Крутят и гирожи. Коленочки, девчоночки, Татьишечки и девчоночки, И мысли бестолковые мои, Дурацкие, но все-таки мои. Лейтенант молоденький, В день рождения женится, То вдруг стульет на горьком, То вдруг остепенится, Поглядит задумчиво На факту венчан, Эх, да что там говорить Про любовь глобальную. А время, время, времячка, Бежит, 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 Летят и кода, как семечки, Крутят и гирожи. Коленочки, девчоночки, Мальчишечки и девчоночки, И мысли бестолковые мои, Дурацкие, но все-таки мои. По распределению едут Фицерики, глупые восьмнички, Милые валерьки. Только так случается, Сказочка кончается. Молодой, но похитевший, И от службы озабиревший, Едет и отпуск старший лейтенант, Старший, самый страшный лейтенант. А время, время, времячка, Бежит, 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 Летят и кода, как семечки, Крутят и гирожи. Коленочки, девчоночки, Мальчишечки и девчоночки, И мысли бестолковые мои, Дурацкие, но все-таки мои. Каленочки, девчоночки, мальчишечки, девчоночки и мысли бестолковые мои, Дурацкие, но все-таки мои. Ну, чтобы, я не знаю, там многие, наверное, меня не знают, да, поэтому в двух словах о себе. Да, Пау правильно сказал. Военный летчик-истребитель дальнего перехвата, ну, освоил в общей сложности 8 типов истребителей, помогался под гарнизоном, закончил судьбу свою военную майором, потому что армия развалилась, мне достался самый вкусный пирог, то есть ни денег, ни квартиры, ни машины. Было очень здорово, но выкарапывались. Поэтому, я не знаю, есть ли в этом какой-то кайф, но когда мы выходили, все были злые на эту армию, на эту родину, на все подряд. Я собрал свои военные шмутки, положил около сарая, сверху куражку, на них медали, все это поджег, сидел, смотрел, все это горит. Так я распрощался своей бедной жизнью и ушел в другую жизнь. Но, как ни странно, все-таки те лучшие годы, я считаю лучшими действительно, они у меня остались, в общем-то, в песне памяти. Привет, ВВС! Привет, ВВС! Привет, ВВС! Привет, ВВС! Привет, ВВС! Как образ женщины любви, как часовой с ружьем наперевес. Ревниво охраняющий калитку, ведущий страну чудес. Как будто снова дом, я иду под теплой солнцем в залитой бетонке. Сентябрьскую франца, я сидеву, летит мой крик, ликующие звонки. Как будто снова дома, я иду, перчатки в дерма шлем, небрежно бросит. А рыжая девчонка осень сплетает в небе лутинок седину. Привет, ВВС! Который год, как мы в разрухе, Привет, ВВС! Гудят от напряжения руки, привычно утопив форсаж. За перегранием простого осязанья в забытую страну чудес. Привет, ВВС! Привет, ВВС! Шипит сигнальная ракета. Привет, ВВС! В коротком взлете по билетам. В качественном крылом с небес отдали памятью. Как розовым билетам в советную страну чудес. Как будто снова дома, я иду, под теплым солнцем в залитой бетонке. В сентябрьскую пронзая синеву, летит мой крик и кулющие звонки. Как будто снова дома, я иду, керчатки в дырмошлем небрежно бросит. Оружая девчонка позже сплетает в небе паутинок седину. Моя девчонка жальная позже уже с полтинника сметали седину. Привет, ВВС! Ну, поскольку мы здесь не гости, а гости у нас все-таки человек, прибывший с Минска. И очень потрясающий автор-исполнитель. И так как у нас нацелены сегодня на авиацию, поэтому я хотел бы пригласить сюда Коля Ясникова. Я потом приглашу. Вот этот вот человек, он обладатель неимоверно больших способностей и одаренностей. И журналист, и путешественник, и бог знает кто. В конце концов, он о себе расскажет больше сам, чем я про него. Но вот я посмотрел на него, думаю, почему у него все равно такая загорелая. Я спросил у него, Коля говорит, где-то кто загорелся. А он говорит, вы знаете, я смотрю в небо, комментирую там пилотов, теперь весь белый, а рожа черная. Все. И так, не пилая, а не силу. Добрый вечер, дорогие друзья. Не думаю, что я много буду о себе рассказывать. Как в известном фильме говорит, я лучше, говорит, бою скажу. Что-то вспомнилось, замечательный фильм «Мы из джаза», когда Иван Иванович Бавурин пытался на саксофоне играть, а ему Игорь Скляр, исполняющий роль Костика, говорит, Иван Иванович, это же импровизация. Ну, это, говорит, полет вашей души. Что? Полет твоей души. Александр Панкратов-Черный. Я к чему? Что вся наша жизнь, действительно, это сплошная импровизация, полет. Это очень мощно. Сейчас новую песню спою, сбиваться буду, потому что она новая. Хотелось написать что-то про жизнь. В итоге опять получился автомат Калашникова. Ну, в общем, как получилось. Свистеть, в отличие от Валера, я почти не умею, поэтому уже извините. Я единственно, когда с песнями пытаюсь изображать какой-то художественный свист у кого-нибудь из друзей дома, я говорю, не бойтесь, от него деньги не пропадают. Вот это к песне относится. Можно по земле ходить, не споря, и поличитая километры. Ну, а кто-то любит плыть по морю, доверяя жизнь волнам и ветру. Мне земля нужна лишь для разбега, хоть и не мечтаю я о звездах. Ручку на себя и здравствуй небо, в небе опираюсь я на воздух. Каждый день по жизни, как на фронте, в прочем я совсем не унываю. С шариком по центру, в горизонте, с песенкой по небу я летаю. Жизнь порой в штопор загоняет, виражи и прочие фигуры. И в приборе шарик мой гуляет, стонут лонжероны и нервюры. На петле мне ветер подпевает, небеса с землей перевернутся. Возмущенный воздух пусть болтает, главное мне в горизонт вернуться. Каждый день по жизни, как на фронте, в прочем я совсем не унываю. С шариком по центру, в горизонте, с песенкой по небу я летаю. С шариком по центру, в горизонте, с песенкой по небу я летаю. Пусть туман повиснет на полгода, с лякоть или дождь я не тоскую. И летаю даже в непогоду, я ведь авиатор, я рискую. Я падал на свете всю до края, с умкновения те, что на закатах. В небе плоскостями я сверкаю и летаю в трех координатах. В небе плоскостями я сверкаю и летаю в трех координатах. Каждый день по жизни, как на фронте, в прочем я совсем не унываю. С шариком по центру, в горизонте, с песенкой по небу я летаю. С шариком по центру, в горизонте, с песенкой по небу я летаю. С песенкой по небу я летаю. Спасибо. Сегодня звонила, наверное, часа три назад Галя Ткаченко. Это жена всем известного летчика. Она знала, что у меня концерт. И говорит, спой обязательно песню про витязей. Я и спою. Дело в чем, мужики недавно вернулись из Венгрии. Жалею даже, я допишите был на неделю раньше. Я к чему? На сегодняшний день, к счастью, какая-то география пошла. Венгрия, Китай, Малайзия, Индия. Это радует. Так должно быть. А песня, которую я написал год с копеечки назад, когда они впервые после четырехлетнего перерыва полетели в Бахрей. Это была действительно радость для тех, ну и для летчиков в первую очередь, и для тех, кто их любит, поддерживает. Потому что, ну, это авиационные группы высшего пилотажа. Центр показа авиационной техники. Потому что мы должны ее показывать. Это знамя России. Летим в заморскую страну, что далеко в чужих широтах, мы на военных самолетах. на наш маршрут вне на войну, летим в нерусскую страну. Как по линейке в небесах, мы чертим след инверсионный, меняя снизу страны, зоны и часовые пояса. Мы на работе в небесах. Мы небом одержимы, и это не на час, на жизнь, коли заниматься летным телом. Предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Летим туда, где чтут Коран, там авиация в покоре, и кто главней у них не спорит. Верблюды или аэроплан не спорят там, у мусульман. Мы им открутим пилотаж, сорвем восторг, аплодисменты, ведь вспомнят страны, континенты. Все знают в небе почерк наш, наш, крашен крызе пилотаж. Мы небом одержимы, и это не на час, на жизнь, коли заниматься летным телом. Предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Дай Бог нам снова над Москвой пройти и дать салют победы. На нас с небес посмотрят телы и вспомнить свой последний бой под замерзающей Москвой. И дай Господь сберечь орлят, чтоб не пришлось с нуля сначала, ведь к жиду в покрышке чкалов на помощь к нам не прилетят, но то они не простят. Мы небом одержимы, и это не на час, на жизнь, коли заниматься летным телом. Предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все запретило. На земле давно все запретило. Мы небом одержимы, и это не на час, на жизнь, коли заниматься летным телом. Предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все запретило. Как на земле давно все запретило. Так жаль, что на земле все запретило. ДАРААААААААААААААААААА! Там, дарадададам... Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ П conservative АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот у меня через дней десять, надеюсь, выйдет, наконец-то, новый диск. И там написано среди всяких строчек, что он посвящен в том числе и тем, кто ушел в последний полет на последнее задание, а не с нами пока мы их помним. Песня длинная, ну, потому что жизнь у них у всех была короткая, слишком рано они от нас улетели. Ну вот и все, на новом месте служба, разбор полетов с главным, будь здоров. И хоть я жил порой не так, как нужно, отправился же к нашему, но суров. Здесь главный исключительно суров. А встретили зачет на все пять баллов, кто был не на полетах, а прибежал. И даже сам Валерий Павлович Чехалов при встрече крепко руком не пожал. Обнял и крепко руком не пожал. Но главное, я снова здесь летаю. Не я знаю, как отсутствует металл. Хоть крылью за спиной не наблюдаю, а летаю, как при жизни не летал. Не даю, сколько в жизни не летал. Здесь поздно в полете бывать осторожен, на все виды допуски, даже на сложный. Мы стали здесь все не настолько безвожны. И нам уже можно, теперь уже можно летать. И без границ нам открыты любые районы. И небо сюрпризов для нас здесь уже не таит. Но как же мне хочется выпить стакан, тот граненый. Что с хлебушком чертвым у фото со мной устрей. Мы живы, хоть облаками родными. Нас радует здесь небо холодок. Не ра, не ра, не ра, не ра, а где-то между ними. Невидимый военный городок. На рай мы по заслугам не проходим. А в арт, там и самим-то дивизион. Забор, казарма, КПП на входе. У нас отдельный ледный карнизон. Для летчиков отдельный карнизон. И главная одна на всех задачах Летать с живыми здесь по небесам. Стараться уберечь парней. Иначе все плохо, коль они приходят к нам. Здесь поздно в полете бывать осторожны. На все виды допуски, даже на сложной высаде. Здесь все не настолько безборжны. И нам уже можно, теперь уже можно. Летать без границ нам открыты. Любые районы. И небо сюрпризов для нас здесь уж и не таит. Но как же мне хочется выпить стакан тот граненый. Что с хлебушком черствым у фото со мною стоит. Вне возраста все летчики в полете. Равны все имитеха и главков. Здесь не есть раз гагарина в почете. И уточка с одесским юморком. А Вася с Калином. Ну, тот особняком. Шумит нам про исправность всей подчасти. Приподомался это под расстрелы. А верно, грузин здесь в правой части. На днях он целый порт опять сгорел. И новый экипаж прилетел. Теперь и сам я здесь таких встречаю. На входе гарнизонном КПП. Я здесь за подготовку отвечаю. В соответствии с Небесным КПП. Здесь курс другой Небесный КПП. Здесь можно полеты бывать осторожны. На все виды допуски, даже на сложный. Мы стали здесь все не настолько безбожны. И нам уже можно. Теперь уже можно. Летать без границ нам открыты. Любые районы. И небо сюрпризов для нас. Здесь уже не таит. Но как же мне хочется выпить Стакан тот граненый. Что с хлебушком черствым У вода со мною стоит. А как же мне хочется выпить Стакан тот граненый. Что с хлебушком черствым У вода со мною стоит. Нам уже можно. Теперь уже можно. Нам уже можно. Спасибо. Ну, я действительно говорю, что Они с нами, пока мы их помним. Для меня, допустим, Ткаченко где-то летает Со своими приколами еще. В общем, Очень такой Игореша был юморной человек. Для меня вот остался таким. Ну, август вообще Богатый месяц на Какие-то Даты, К счастью, Не только печальные, А, наверное, По большинству Такие Праздничные Или торжественные Или просто знаковые Для авиации Действительно Вот в этом году Как-то Ну, во-первых, Это вот авиационная Как я ее называю Пьяная неделя С 12-го до 18-го А в 18-м В этом году Вообще попало Действительно И третье Воскресенье августа По Советской системе Верховным советом СССР установленная Дата праздника И еще Сталинская Все-таки Ну, так иногда В интернете Сцепишься с кем-то А человек Мирный У нас бронепроезд Или у нас в самолете Ну, действительно Большинство Не то, что заслуга А история Вся Ну, авиации Российская Это все-таки Больше На сегодняшний день Советский ВВС Ну, это Причины, может быть Допустим Не самые Как сказать Радостные Это была Великая Отечественная война Вторая мировая Дальше 38-я параллель Корея Северная и Южная Потом И Вьетнам И Куба И, естественно Афганистан Поэтому Там Было И есть чем гордиться Ну, и действительно Самые Самые Такие Годы расцвета Они пришлись Именно на советское время Когда И рекорды Устанавливали наши летчики Я про другое Ну, вот Следующая песня К примеру Буквально Вот Несколько дней назад Была годовщина В прошлом году Меня вообще торжественно Приглашали на МВЗ Имени Миля Московский вертолетовый завод Был Полувековой юбилей Первого полета вертолета Ми-8 Замечательные машины Гениального творения Михаила Леонидовича Миля Которая Вот 50 лет работает И вот Ну, там И летчики Испытатели С ними Часто встречаются И, в принципе Люди, которые В этой теме Они говорят Еще 50 лет Будет спокойно Летать С модернизациями Ну, если уже американский конгресс Закупает Ну, вернее, как Пентагон Он спорит там с конгрессом Они говорят Нельзя нам русских закупать А они говорят А больше в Афганистане Ничего не работает А нормально Поэтому это какой-то показатель Годы птицы улетают По земле меня болтает А точнее выше Над землей Нет даже Рубыть бы живу Столько лет На всех режимах Нет, и мы живем Одной семьей По ущельям и вершинам С винтокрылою машиной Пишем то ли сказку То ли были Вместе с ней По небу ходим Мы друг друга Не подводим И спасибо вам Доборище Миле Выручала Где казалось Шансов нам не оставалось И не превратила Нас в утиль Та, что в небе Аты-паты Та, которую Когда-то Создал Михаил Леонтич Миле Та, что в небе Аты-паты Та, которую Когда-то Создал Михаил Леонтич Миле Мы нередко с ней прощались Честным словом Возвращались А потом На матушке Земля Экипажем водку пили За машину И за миля Мы на ней Как бабка На метле Мы на ней Как змей Горыныч Тоже можем Землю выжечь Или как ковер Вертолет Только чаще В этой сказке Как усталая Собрацка Из последних сил Он всех спасет Терпеливо Лямку тянет И молотит Лопастями Днем и ночью Бурю Или штиль Та, что в небе Аты-баты Та, которую Когда-то Создал Михаил Леонтич Миле Та, что в небе Аты-баты Та, которую Когда-то Создал Михаил Леонтич Миле Ей поклонятся солдаты Те, кто выжил Мецом Бадах Нет для них Теперь ее родней И гражданские пилоты За совместную работу Тоже снимут шляпу Перед ней Возят даже президентов И на разных континентах В небе Словно рыбкой в воде Пусть не в меде И не в глянце Уважают иностранцы Знают то, что выручил Везде Над полями И лесами Летяными Палюсами Кружит Поднимая Снег И пыль Та, что в небе Аты-баты Та, которую Когда-то Создал Михаил Леонтич Миле Та, что в небе Аты-баты Та, которую Когда-то Создал Михаил Леонтич Миле Михаил Леонтич Миле Спасибо. Но, если опять же возвращаться, извините, от нее никогда не убегают кубинки, даже обвиняют иногда, что я лоббирую интересы пилотажными группами на кубинке через свои песни. Правда, в крайнее время стали говорить «А, вот что-то ты пилотажникам своим изменил и теперь про вертолетчиков поешь». Я всегда говорю, что в общем-то все мои песни авиационные, они посвящены авиаторам. И тем, кто летает, и гораздо больше тех, которые находятся и работают, впахивают на земле, без которых никогда летчик там ничего не сможет сделать, потому что просто не взлетит. Поэтому неважно, про какой тип так скажем, летательного аппарата поется в песне, все это посвящено тем, кто работает в небе и на земле для того, чтобы в небе работать. Авиационный корпоратив самый крепкий в мире. И все-таки о кубинке. Просто сегодня стрижи улетели в Екатеринбург. Они будут как-то меньше, чем «Витязи» летают в последнее время с показами. И в общем-то это все радует. 2018-го у них там большое вершу. Должен был с ними лететь комментировать, но переманили в Челябинск. Если вы «Витязи» узнали, что я еду в Челябинск и там «Соколы России» будет, тогда вечная конкуренция. Но «Соколы России» вроде бы не будут для меня, к счастью. Там своих хватает. Когда миссии сейчас работают, там очень интенсивно с китайцами на учениях «Мирная миссия». Такие очень интересные, серьезные задачи. Ладно. Мы в классе предполетной, словно в школе, за партами сидим, идет урок. У штурмана в руках скрипит мелок. И слава Богу, мне на приколе стрижан еще не вышло в недосрок. Мы в недо нам еще не вышел срок. Рисуем в облаках и пишем строки. По в небе, как набор карандашей. Крутила жизнь нам столько виражей. А мы как в школе сделали уроки. И главным был урок труда стрижей. Урок труда был главным у стрижей. Та-да-да-да. Вот как бы мы лежим, как тот учебник, Что в детстве так хотелось мне порвать. Планшет, как будто школьная тетрадь, А летчик, как известно, не волшебник, Он только и умеет, что летать, А если что, и жизнь свою отдать. Там за границей нас всегда узнают Средь хорнатов, балконов, миражей. Вот жаль, не покидаем рубежей, И штурманы по карте вспоминают Уроки географии стрижей. Была ведь география стрижей. Есть в небе математика полёта, И русский, тот, что много этажей, Эфир не соблюдает падежей, Чертить фигуры — сложная работа. Всё это геометрия стрижей. Какая геометрия стрижей? Мы в классе предполённой, словно в школе. За партами сидим, идёт урок, Но штурманы в руках скрипит мелок. И слава Богу, мы не на приколе, Стрижан ещё не вышел в небе срок. Мы в небе, нам ещё не вышел в срок. Мы верим, нам не выйдет в небе срок. Пам-пам Так, нам скоро уже пора на перекурите. Как говорит главный командир русских витязей Андрюша Алексеев, «Пора курить» Мальборо. Следующая песня тоже, ну, меня уже как-то со стороны убедили в ее смысле, к чему я ее написал, меня убедили. Я, честно говоря, думал о другом. Ну, тем не менее, действительно, вот совсем недавно, ну, насколько тут можно сказать, не отметили мы, конечно, но просто случилась годовщина, пятая годовщина созвездных событий войны Три Восьмерки, Пятидневная война. Говорят, что эта песня кто-то. Ну, возможно, где-то что-то так в голове, наверное, работало на эту тему. Хотя, в общем-то, я хотел написать про то, что за жизнь нужно держаться всегда и никогда не сдаваться. Воздух арбустом расплавлен, а противосточек бегства. Под завистку я заправлен, и подвешены все средства. И для птиц сирена воет, капустерика паниры пахнет в воздухе войною. Значит, миру не до мира. Миру явно не до мира. Нынче, видимо, до ночи. День тяжелый мне маячить. Я не нож, но я заточен под военные задачи. Коль верх, как большие лица, не нашли для мира повод и не смогли договориться. Значит, я последний довод. Я теперь последний довод. И со мною наравне. Эти двое, что во мне. Время, чем на всех часах. Только стрел ко мне решить. Сколько нам летать и жить. Наши судьбы на весах. Где-то в небесах. Нам троим адреналина, добавляет неизвестность. Не жалею керосина, я облизываю лестность. Где-то рядом мне приятель. Мне сейчас не до каприза. Включим главный выключатель. Мы всех выключим, кто снизу. Выключаем тех, кто снизу. На послед огнем и громом обрезается поверхность. Контингент и там не промах повышает нашу смертность. И в кабине этих двое на приборы смотрят хмуро. Я как будто сильно болен. Кашель, жар, температура. Кашель, жар, температура. И отчаянно втроем через небо напролом, Как на рваных парусах. Мы то вверх, то снова вниз. Натону всего лишь жизнь. Наши судьбы на весах. Где-то в небесах. Живой папа не убитый. Хоть по мне глупый или точно. И орёт им тетя Рита, Что на воздух вышесрочно. Эти двое, как иноминия, Велика цена задержки. Но плечом к плечу в кабине. Держат ручки, а не держки. Не хватаются задержки. Как хочу я в эскадрилье, Даже если инвалидность. Я не складываю крылья, А меняю стреловинность. Возвращаемся из боя. Пусть мы еле волочёмся, Но в кабине эти двое Верят в то, что мы вернёмся. Обязательно вернёмся. Мы вернёмся. На войне, как на войне, Даже если ты в огне, Надо верить чудеса. Что бы ни было, держись, И тогда не смерть, а жизнь Перевесит он на лесах. Где-то в небесах. Где-то в небесах. Где-то в небесах. Где-то в небесах. Аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ПЛАДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ